Ретро-стрижка Малет Сегодня вспомним, а может быть кто-то впервые познакомится с этой стрижкой. Малет родилась как стрижка для определенной субкультуры. По-своему она выражала протест против приглаженности буржуазного общества, поэтому ее так любили рокеры. Сегодня современная стрижка Малет также требует определенного стиля и даже образа жизни. Ее не просто будет сочетать с деловым дресс-кодом или элегантными платьями. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Классический вариант стрижки. По бокам короткие волосы, а сзади длинные пряди. Эту стрижку носили в 80-е и 90-е годы того века. А потом забыли, как мне что несуразное, на долгое время. Сегодня Малет вновь становится все популярнее. Если раньше ее носили мужчины, то сейчас в основном носят женщины. Малет считается многослойной стрижкой. Она хорошо сочетается с градуированной удлиненной прямой челкой. Единственный момент. Для этой стрижки должны быть волосы густыми. И еще на сильно прямых волосах эта стрижка будет смотреться не так стильно, как на чуть мьющихся. Малет может быть длинной или средней стрижкой. Более носибельный вариант – это средняя длина. Придать стрижке большой звездности можно с помощью подходящего окрашивания. Нарочито-соломенного блунда или ярко-кислотного цвета. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Сегодня можно встретить вариации малета, которые выглядят более женственно. Нижняя часть волос ненамного длиннее верхних. Так получается многослойная стрижка с интересным эффектом растрепанных прядей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Есть, конечно, и короткий вариант малет. Он выглядит как удлиненная версия Пикси, но с длинной затылочной частью. Такая стрижка, кстати, абсолютно универсальна. Подходит и женщинам, и мужчинам. А.Кулакова 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 Вот и познакомились со стрижкой малет ретро 80-90 годов прошлого века. Благодарю всех за внимание и выбор, как всегда, только за вами.